Дорога в сторону сел Луганской области сложная. Она простреливается противникам. Так сегодня выглядит улица населенного пункта Макиевка в Луганской области. Слышны на окраинах села боевые действия. Здесь остается проживать 8 человек. И каждую неделю полицейские, рискуя своими жизнями, привозят сюда гуманитарную помощь. Мы приезжаем сюда раз в неделю. Привезли сегодня гуманитарные наборы, строительные наборы, хлеб. Развернули Старлинг. Дали возможность жителям позвонить раз в неделю родственникам, близким, сообщить о ситуации. На сегодня ситуация тут сложная. Обстрелы. Я бы даже так сказал. Каждые сутки, каждый час люди находятся в опасности. Много разрушений, много у нас работы. Будем проводить осмотры места событий, фиксировать все эти преступления, которые идут со стороны Российской Федерации. Алексей показывает результаты одного из обстрелов. То есть успели выехать, да? Ну нет, на другой день, на третий. После того, как разбило? Да, как разбило, внеслось. Персихаты побывали сразу. Это вот сейчас сильнее стали боевые действия, да? Стрелять стали сильнее. Да, сильнее стало. Последние дни вообще стало. Вроде и военных нема. И все разносят. Остается в селе вместе с матерью, говорит Алексей, потому что у них большое хозяйство. Несколько десятков коров и козы. Бросать животных не хотят, несмотря на постоянные обстрелы. Кормим, напугаем, подгоняем. Работаем до вечера или в хату заползаем. Особенно я же, бабушка уже. Верите победу в вооруженных селах Украины? Конечно. Мы бы тут не сидели, Настя. Если бы мы не верили, мы бы тут не сидели. Понимаешь? Это наша земля. Вот наша. Я тут родилась. А он на кладбище, мои родители. Прадед, права, бабушка. Тут все наше. Бербенцевское. Я зайцева поможу. А это наш рец. Это худоба моя худоба. Это члены нашей семьи. Собака он отпустил, чтобы не убила. Она бедно пролягана, контужена. Ну, как бросить? Как бросить? Гуманитарную помощь, которую полиция раздает местным жителям, Алексей грузит на велосипед. Говорит, ходит с ним рядом, так как ездить сложно из-за ранения ноги. Мужчина говорит, так как обстрелы становятся все сильнее, уже собрал вещи для эвакуации. Спишь одетый, ложишься, встаешь одетый, зашнурованный. Что? Вот сумка и побежал. То есть, есть какая-то сумка для эвакуации. Ну, сразу, чтобы на первое время. Документы, какой-то кусок хлеба. И побежал. Раздав гуманитарную помощь и зафиксировав последствия атак российской армии, полиция уезжает. Говорят, в этот раз никто из местных выехать не согласился. Но местных жителей тут становится все меньше. Если прошлым летом в населенном пункте находилось 35 местных жителей, то сейчас остается 8. Добавляют, что надеются в следующий раз эвакуировать кого-то в более безопасное место. До свидания. До свидания. Все, грузим. Анастасия Волкова из Луганской области для телеканала Фрида.